Привет, зритель! Большой обзор полезностей с Вайдбереса. Всякое такое. Тут мне пакетик дали. Пакетик дали, он без опознавательных знаков, но это мне дали на Вайдберес. Пакетик. У меня тут... Я вчера, или позавчера, фиг знает, совершенно случайно, обнаружила на Вайдберес свой любимый дикий чай Джигу, которых у меня остался один, по-моему, шарик. Я его специально не пью, чтобы однажды обозреть в своих остатках былой роскоши коллекции чая у чайной эльфи. И я его покупала на Озон года два назад, 450 рублей за 20 штучек. И он был слегка такой пересушенный. На моей любимой фирмы Тянь Вань Синь, которая я раньше покупала за 200 рублей за упаковочку эти 20 штучек в магазине Афанасии или ещё там где-нибудь. А тут внезапно смотрю Джигу. Думаю, обалдеть, Джигу. Я ткнулась, повтыкала внимательно, я точно, Джигу. 305 рублей за 20 шариков. А потом ткнулась поискать по этой же картинке. Ну, типа, что ещё вылезет? 280 рублей за 18, либо 20 шариков. Ну, вес примерно такой же. Я думаю, блин, да пофиг, пусть даже если 18, будет 280 рублей. Это меньше, чем 305. И я заказала. И вот сегодня забрала. И мне бонусом обалдеть, а я как раз недавно заказала ещё за 152 рубля 50 грамм этого самого цветочков, мне бонусом подарили анчан. анчан. А я его как раз, ну, другого продавца заказала. А тут у нас анчан. Пробник. Я завершу его потом, мне интересно. Анчан. Год производства 2022. Ну, короче, этот самый. Производитель фермерский. Вес пробник. Форма россыпь. Синий чай. Анчан. Чай ци. Это фирма, кстати. Ну, и тут как заваривать. Обалдеть. Анчан. Тут раза на три, наверное, этого пробника даже. Офигеть. Блин, а я достала и не глянула. Я думала, он такой непрозрачный пакет. Я ещё пощупала. Думаю, и на базе говорю, да, вроде то же самое. А тут именно то. Смотри, зритель, вот ты же видишь отсюда, да? Дикий чай. Чай дикой куропатки. Джигу. Мы как-то с подружкой Машкой, и та, которая на ранних видео есть в очках, рыжая библиотекарша. Я купила такой чай, мы с ней у неё дома сидим, этот чай пьём там на чай, на коробочке. Легенда про этот чай, мы с ней сидим, это, ну как, нас вдохновило, мы с ней написали сценарий сказочки. И потом на каком-то литературном мероприятии под Новый год за... Короче, за театрали, или эту сказочку, я играла куропатку. Ох, папа, зачем же я так много курила? Вообще ни разу не курила. И папа был дракон, ну и надо было про курила сказать, потому что это чай, джигу. В китайских медицинских учреждениях заваривают курильщикам, которые пытаются бросить курить. Так вот, он дофига такой полезный, крутой, всё так во духе. Очень клёвый, очень вкусный. И так как был чувак-поэт, который меня стабильно троллил по поводу, и дед, ну, подшучивал очень грубо и жёстко, ну так вообще, до тычка в каждой дырке был. То мы решили его потроллить. И я сказала вот это вот, папа, зачем же я так много курила? Куропатка такая помирающая, значит, а папа дракон пошёл в горы искать тут этот чай. И вот этот чай в итоге обозвали чаем куропатки. Куропатки чай. Тикорастущий чай. Джигу. Так вот, фоточки с этого действа есть в инстаграмчике. По-моему, даже в разделе этих сторис под такой фигнюшкой, типа, ватаси, ну, типа, я, я там такая в фиолетовой кофте. Это казалось. Вот это как раз я играю эту куропатку. Вот тут вот чай дужу. Ну что, знаем, сколько тут чаинок? В смысле, кружочков. Конечно, чай надо бы обозревать отдельным видео. Ой. В плейлисте чая. Блин, аромат именно тот самый. Балдеть. Я, конечно, все в инфобоксе оставлю эти ссылочки. Ну, в смысле, артикулы. Я знала, что он бывает вот такой, а не как вот каждый пакет. Ну, в Тяньваньсине у них как бы кружочек рисовой бумажки, рисовая бумажка в отдельном пакетике. И это в баночке. Два. Три, четыре. Пять, шесть. Семь, восемь. Девять, десять. Одиннадцать, двенадцать. Одиннадцать, четырнадцать. Пятнадцать, шестнадцать. Семнадцать, шестнадцать, двенадцать. Двадцать штук. Я не прогадала. Обалдеть, зритель. Вообще такая крутотень. Если ты никогда его не пробовал, то он немножко похож на укроп. Ну, так, чуть-чуть вот что-то такое укропом отдаёт. Не знаю. Вот мы с подругой долго так думали, чем он похож. Я видела только где-то в сети на каком-то сайте, где попыталась это заказать, но в Угрич не было доставки и что-то вообще там было как-то проблемно с доставкой. Из Китая вот этот вот чай. И он выглядел именно вот такими бусиками. Блин, я его достала. Обратно как убрать, оно не суётся. Оно не суётся обратно. Так вот, так круто, что на Вайтберрис оно есть. Вообще обалдеть. И, соответственно, это дешевле получается. 450 рублей за вот это вот или 280 рублей за это же вот. Ну, только что не отдельная, не каждый чай отдельная порция, допустим. Но можно отрезать и точно так же завязывать, какая разница в этом штуке хранить. Что-то не в красивой коробочке, а в птетике. Ну, и на Азону сейчас намного дороже стоит. Короче, раза в два с половиной больше. Во! Создай свой стиль. Срок годности неограничен. Товар не подлежит обязательной сертификации. Зритель, как ты знаешь, я думаю, что тот ролик, наверное, выйдет, возможно, чуть раньше, чем вот этот обзор. Ну, или я посмотрю, как у меня получится. Как ты знаешь, я купила мармит. Он же воскоплав. Если ты на инсту подписан, то ты знаешь. А если не подписан, то сходи туда и глянь. А может, ещё и в телегу я, скорее всего, скидывала. Так вот, я тут последний раз делала конфеты, и мне надо было их обмакать в шоколаде. Я поняла, что шипцами кулинарными не получается так, как надо. Ложечкой неудобно. И вообще, сам шоколад, когда он тает, надо, ну, растапливается. Надо мешать вот подобные лопаточки. А такой лопаточки у меня нет, и я её заказала. Она что-то 97 рублей, что ли, стоила. В пакетике у нас ещё пакетик, и в нём уже лопаточка. Лопаточка. А у нас магните, они почти по 200 рублей. Я думаю, да ну нафиг, я посмотрю, ещё не подобные. Ну, как-то тут слетая полностью. А ещё бывают такие, что насадочка. У меня была какая-то с насадочкой кисточкой. В итоге насадочка потом отвалилась, и всё. А тут силиконовая лопаточка. Обалдеть. Я ещё такие лопаточки видела, когда смотрела видео, перед тем, как купить свой мармит. Он же воскоплав. Мармит для шоколада, либо воскоплав. На две штучки. Как темперирование шоколада делают. Вот именно подобными лопаточками. Ну, и тут какой-то ещё брелочек. У меня уже второй пас. Покупок, где продавец, что-то кладёт бонусом. Брелочек. Эст-уэст. Вот. Тут такой типа этот. Ну, север закопал, юг, восток. Он мне почему-то напоминает руль от какого-нибудь корабля. И мешочек хорошенький. Можно будет что-нибудь потом туда положить. Пятятки. Я надеюсь, они проживут чуть дольше, чем Академия Комфорта в Магните раньше. У меня Академия Комфорта перчаток резиновых для мякия посуды хватало на два месяца. Теперь мне их хватило на три дня. И чуть дольше, намного дольше, чем перчатки моя цена. Из того же магнита, которых мне обычно хватает дня на три, а тут хватило на полдня. Причем левая рука сразу так продралась. Хотя я одинаково как-то ими пользуюсь, когда мою посуду. 59 рублей, кажется. Перчатки латексные. Эс-желтые. Они, видимо, были последние, когда я их заказывала. Я решила одну заказать пару. Потом думаю, если что, я еще закажу. Ну, в общем, обычные перчатки. Помою сегодня посудочку у них. Тут у меня пупырчатая упаковка. А от Кайлаш Дживана у производителя было написано «Самые свежие сроки». Но он врал вновь, потому что 5 мая 2021 года. А сейчас уже ноябрь 2022. Но его до апреля 2024 года можно доделать. «Кайлаш Дживан». Если ты не в курсе, что такое «Кайлаш Дживан», есть у меня плейлист «Май Индия». Один ролик про «Май Индия» магазин такой. Там ссылка по коду «Айва Фарера», по-моему, скидка 6%. Тебя за заказ будет бесплатная доставка практически на все. По-моему, до сих пор. У них периодически что-то меняется, но вроде бесплатная доставка. Минимальный заказ вроде был на тысячу, чтобы бесплатная доставка была. А второй ролик полностью про «Кайлаш Дживан». Я тогда с «Май Индией» пару раз посотрудничала с «Иффинга». Баночка 60 грамм. Я тогда мне прислали баночку 60 грамм и 30 грамм. И 30 грамм я родне скинула чисто на пробу. Ну, как обычно, Лёль, тебе что-то прислали, да, поделись с нами. Чего не хочешь делиться, мы сами возьмем. Ладно, поделюсь. А другую баночку я оставила себе. И так все прониклись этим «Кайлашем», что я уже два года регулярно покупаю «Кайлаш Дживан». Ну, он такой универсальный вообще. И он что-то дофига как-то бюджетно стоил относительно, допустим, того же «Озон». Вайтберрис, иди сюда. Что я подумала, что это, как бы, надо купить на Вайтберрис 322 рубля. 322 рубля за 60 грамм. Ну, артикул тоже был, соответственно, в инфобоксе. Я хотела попробовать сделать самопальный крем на основе кокосового масла, козьего масла, сливочного, перетопленного, воск, копчериного нашего, мёда, потом этого прополиса, эфирных масел. Но не совсем то пока. Хотя оно мне очень помогло. За 5 дней применения, потом был день-один перерыва, за это шрамики от кошки залечить. Вот тут практически совсем не видно. Ну, потому что я делала перерыв, и у меня, благодаря тому крему самопальному, зритель, если хочешь, могу отдельно обозреть крем самопальный, лёлькин, этот, у меня костяшки мои, ты же, наверное, помнишь, если ты не первый год меня смотришь, и не первый день. У меня обычно в это время настолько сыршавая кожа вот здесь вот, на руках, что прям трескается аж до крови. А тут я мажу этим кремиком самопальным, и всё нормально. В общем, раньше мне обычно всякие суперкрема, какие угодно, крема не помогали. Ну, там они как бы мёртвого припарка. Помажешь, вроде нормально, потом помоешь руки, или типа того, всё смылось, и смыло, здрасте. Приехали, я спасалась какой-нибудь сметаной, сливочным маслом, кокосовым маслом, а тут сваялся самопальный крем. И у меня счастье для ручек. Я им ещё лицо мажу. Ну, стараюсь на ночь, тут как-то встретила зрительницу, которая у меня ещё при этом, ей нравились мои стихи, когда я ещё там пить там была, хрен знает в каком году, ещё лет 10 назад, допустим, или даже 12. И она мне сделала комплимент. Она одно время смотрела мои стримы. А тут она мне сделала комплимент моей коже. Я в каком-то ролике про это говорила, по-моему, про обзор посылки от зрителя Сергея. Кстати, привет, Сергей, если ты вот это вот смотришь. Я не поняла, что он там смотрит. Но спасибо за посылку. Короче, вот Кайла Живан. И он зафольгировал. Обалденная штука. Я хоть и говорила, что не хочу ему воду преподнести. Там, кстати, инструкция по применению. На русском. Года два назад по лицензии в Россию привозил только Джон Молли от Маиндзя. С инструкцией на русском. А сейчас уже они как-то расширили эту производство. Поставку в Россию. Пока ты. Для запекания и заморозки. 30 штук. 30 штук. У меня были как-то 10 штук. Я купила 2 упаковки по 8 штук. Магните. Но тут я увидела. Я давно их вообще увидела. И думаю, блин, сейчас на них одна цена, а потом другая цена. Надо заказать, пока они по такой цене. 132 рубля за 30 штук. Против 60 рублей за 8 штук из магнита, допустим. Ну, там 58 как-то оно с копейками. Я что-то так проникла из запекания мяса в пакетиках. В духовке. Что вообще? Ну, пусть будут. То у меня как-то закончили. Для меня такая трагедия была. Я запекала в итоге в фольге и какой-то там форме. И у меня в итоге оно не пропеклось. Потому что столько времени обычно на пакетик хватало. А вот на фольгу с формой. Надо было, казалось, побольше времени. А я давно не пекла ничего в фольге. Точнее, в форме. Тут у меня тоже какие-то, так понимаю, бонусы от продавца. Я как-то покупала от Натрули сушеный укроп. Такая парыш. Такой сушеный был. Может, он просто хреново хранился на зон тогда. И он у меня до сих пор лежит. Я его чисто вот, ну, может, так иногда сыпаю в какое-нибудь там действие. В суп там какой-нибудь. Думаю, наверное, можно его использовать там на какой-нибудь косметике. А тут смотрю на Натрули. И отзывы нормальные. Думаю, может, мне правда тогда какой-нибудь такой хреновый укроп попался. А на самом деле всё нормально. Приправа. Карри нежная. Целый килограмм сделано. 16 декабря прошлого года. Срок годности 24 месяца. Может, потому скидка была. Но, в принципе, она ещё целый год может прохраниться. Хотя у меня сейчас есть карри, которая вроде как на год просроченная уже. Она у меня стояла в продапасе, как я как-то её периодически пользовала. Глянула на баночку, наклеечку свою, когда, до какого у неё там срок годности. И поняла, что она уже просроченная, но она нормальная. Но, мне кажется, приправы они года три живут точно. Так вот. Натрули. Дурацкая название, на самом деле. Целый килограмм карри. Я люблю мясо в карри запекать. Картошку с карри делать. Суп фигачить карри. Разве что в кашу какую не кладу карри. Такая подушечка из карри. Но он герметично упакован, поэтому ничего не пронюхивается. Ох. Какая-то бумажечка. С непонятной фигнёй. Дорогой покупатель, предлагаем ознакомиться с нашей новой линейкой специй премиум класса. Специи. Басмади. Это 100% натурально полезно. Мы есть на Вайсберисе. Просто введите название нашего бренда Басмади в поиске. Так. И тут мне бонусиком. Натрули. Приправа для курицы. Они прям знали, что я карри беру для курицы, потому приправу для курицы мне и положили. Фаприка. Кориандр. Чеснок. Тмин. Карри. Имбирь. Куркума. Соль. 20 грамм. Так. Сколько она у нас живёт? Тоже 24 месяца живёт. И она у нас годичной давности. Она, видать, лежала на складе 300 лет. 15 ноября. Меньше, чем год. 15 ноября. Сегодня у нас 11 ноября 2021 года. Ну, в принципе, за год-то я её уделаю. Я, наверное, её в первую очередь уделаю. У меня тут руки тянутся. Ещё со вчерашнего дня купить цыплёночка и запечь его в специях и сожрать вместе с кошечкой. Но у меня там салат из этой самой с тыковкой вкусненький. Потом фаршик куриный есть. Ещё рыбку я купила вчера. Камбалу чисто попробовать маленькую жареную. Там ещё какая-то была. Ну, какая-то была на Вагашоле Москошкою. У нас фортуна привозит иногда рыбок жареных. Я купила маленькую рыбку. Ну, короче, у меня есть еда как бы. Я ещё сейчас фарш куриный хочу пожарить со всякой такой, ну, там, с лучком, морковкой, томатиком, скорее, с соевым соусом и с салатиком за хомячик. Поэтому, да ещё у меня вообще есть что езжать-то. Ну, как-то, видимо, я так подсела на эту курочку. Потому что курочку я могу запеку и могу одну курочку сожрать. Ну, пол курочки съесть вместе с кошкой, ещё пол курочки останется. Вообще без всяких салатиков. Чисто курочку. Так вот, это я его делаю с ближайшей курочкой. Пакетики. Пакетики. Всего у нас там ещё что-то осталось. Последнее, как же, чё-то такое. Я когда это брала, думаю, чё за какашки. Думаю, я уже забыла, чё заказывала. Так смотрю на них, на базе груб, я и забыла, чё я её заказывала. Какашки. На самом деле не какашки. Это куркума, корень целый. 350 грамм. Я ещё год назад хотела купить куркумы, чтобы измолоть её в своём любимом блендере Биаламикс, который на тот момент тоже купила. Ему, наверное, уже скоро год. Вот, как я его купила. Потому что он настолько мощный, у меня теперь ещё есть специальная чаша для измельчения куркумы. У меня теперь есть все три чаши для Биаламикса. Стакан на 2 литра, стакан на 900 литров и чаша на 500 миллилитров. Как раз для куркумы. Вот для специй, короче. И это я просто подумала, что можно же, ну как бы, купить корень, брать небольшое количество, измельчать, и у меня будет свежий порошок куркумы. И с чем-нибудь её подяжить будет. Просто здорово. Просто здорово. Я как-то покупала семена чая, они очень хорошие были. Ещё что-то покупала. Короче, мне очень нравится эта фирма. Просто здорово. Там вот есть «Здоровая семья», «Просто здорово». А что-то ещё, вот несколько таких штук, которые я на одном-то на Вайбрис видела. И у них можно в большом формате купить что-то намного бюджетнее, чем, допустим, где-то ещё, или намного бюджетнее, чем вот на развес. Ну, короче, всё равно себестоимость будет меньше, короче. Короче говоря, за 300 рублей, допустим, можно купить что-то, что в магазинах оффлайновых можно купить за те же деньги, только в меньшем количестве. Сейчас скажу, почём оно. Оно сначала было как-то очень дофига бюджетно. Но я думаю, да нафиг мне надо. У меня есть карри, то есть всё. Потом я заказала карри, зачем оно мне. Но в итоге я поняла, что надо купить. В общем, когда оно было по 143 рубля, я эту цену про слово получила. В итоге я это купила за 162 рубля. Так что, люди, если у вас есть возможность, это очень хочется, но думаете, надо, не надо, лучше покупать, пока оно по этой цене меньше, потому что оно может обратно прыгнуть на другую цену. Куркума, курень сушёный целый. Дата изготовления 14 октября 22 года. Живёт 24 месяца. Такие, типа, какашечки. Я первый раз вообще на самом деле вижу жилую кореньку. Вот, зрители, такой обзор у меня заказиков с Вайбериса. Если ты осилил до конца, то круто. Если ты хочешь кинуть меня биткоином, то или задонатить на донатейшн-алерс, или подписаться на бустин АСМР или Монбанк, или стать спонсором моего канала и подписаться на АСМР Монбанк или ещё чего-нибудь, то ссылочки в инфобоксе, а ещё вот здесь. На таком фиолетовом круглом обла... Круглообразном. Ну ладно, короче, на таком полуфиолетовом облачке. Всем спасибо за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok